Андрюша Ходочинский осваивает тренажер. В свои семь, в отличие от сверстников, каждый шаг ему дается с трудом, а поход в магазин становится настоящим испытанием. Еще до недавнего времени мальчик с синдромом Дауна самостоятельно не мог подняться на третий этаж, а уже сегодня он шаг за шагом преодолевает расстояние на механической дорожке. В тренировках дети с таким диагнозом нуждаются регулярно, все дело о вослабленных мышцах. Он контролирует, то есть постоянно надо думать, вот шаг и двигать, когда электронное, оно уже само, ты особо не думаешь, да, тут напрягаются и мышцы, ногой надо сюда, 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 сюда. Вот это вообще очень хорошо. Такой неожиданный, а главное нужный подарок в квартире Ходочинских появился после городского благотворительного телемарафона «Подарим детям сказку». Мама Наталья нежданному презенту, признается, была искренне удивлена и счастлива. Купить беговую дорожку стоимостью 600 рублей семейству не по карману. Просто чудо какое-то, вот такая вот случайность. И, наверное, нам нужно было очень, чтобы мы попали туда и получили такой подарок замечательный. Очень мы благодарны людям, которые, ну, то есть добрыми сердцами. И вообще люди нам за 8 лет всегда почему-то встречаются только с открытым сердцем. Может, Андрей вызывает такие положительные эмоции. Очень благодарны за такой неожиданный просто подарок и необходимый нам. На протяжении всего марафона, который стал настоящим чудом в канун нового года, исполнялись детские мечты. Чьи-то грезы воплощали в реальность руководители предприятий, организации и бизнесмены. А чьи-то сокровенные желания стали настоящими подарками благодаря неравнодушным бобручанам. Так, на счет марафона поступили свыше 5000 рублей. На эти деньги приобрели специальное оборудование для особенных детей. Это шведская стенка, ингалятор, игровой манеж, стульчик для кормления и не только. В рамках этого марафона я хочу выразить благодарность, в первую очередь, всем участникам, неравнодушным участникам. Потому что откликнулись как и руководители предприятия, так и просто жители города Бобруйска. Надо всегда дарить добро, и добро к тебе вернется. Поэтому тепла нашим деткам. Дай Бог им всем здоровья. И всегда, чтобы у них был какой-то интерес и желание. Потому что именно от их желаний мы, родители, всегда понимаем, что необходимо. А в любом случае необходима забота наших близких и родных. Но Андрей Ходочинский в этом году планирует пойти в первый класс. Пока мальчик посещает интегрированную группу 80-го детского сада. Социализация сына в будущем, а это и самостоятельный поход в магазин и прогулка по улице – главная цель в жизни мамы Натальи. Теперь она стала реальной благодаря лепте каждого неравнодушного. Правда, пока ребенку по телу только трехминутное занятие. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Субтитры создавал DimaTorzok